Отцу, оставившему детей в аэропорту Шереметьево, помогут найти работу. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем твиттере-аккаунте. Воробьев рассказал, что навестил мальчиков. Вместе они позавтракали. Дети собираются посетить океанариум. Ждем папу Виктора, работу ему найдем. Дети его очень любят, добавил губернатор. 26 января мужчина оставил в аэропорту двоих мальчиков 5 и 7 лет. В записке, которую нашли у ребят, отец написал, что оставляет их, потому что у него нет денег на их содержание. К записке мужчина приложил копию своего паспорта и все необходимые документы на детей. Правоохранительным органам удалось найти мать мальчиков, однако женщина заявила, что не в курсе ситуации и не живет с семьей. Главе семейства грозит уголовная ответственность за оставление детей в опасности. Компания Mail.ru прокомментировала ситуацию о масштабном техническом сбое в работе почтового сервиса. Сообщается, что более половины пользователей испытывали трудности при работе с почтой, не могли зайти на сайт или залогиниться. По заявлению пресс-секретаря компании Артема Попова, трудности в работе сервиса произошли по причине большого технического обновления. В ближайшее время почта будет работать в штатном режиме. Данные пользователей также останутся невредимыми. Сбои в работе сервиса наблюдались с 10 утра по Москве, в основном в европейской части России, особенно в городах-миллионниках. В музейно-выставочном центре «Путевой дворец» открылась персональная юбилейная выставка заслуженного художника России Кима Александровича Болотникова. За 50 лет творческой деятельности Ким Александрович принял участие в более чем 100 различных отечественных и международных выставках. Работы мастера неоднократно отмечались российскими и зарубежными премиями. Последние десятилетия жизнь художника тесно связана с Солнечногорском. Здесь находится его дом, мастерская и художественная школа для взрослых и детей. На персональной выставке мастер представил работы, выполненные в уникальной авторской технике, соединяющей графику и живопись. Выставка будет работать до 1 марта 2020 года.